Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент, и да, это От пацанки до понянки, второй сезон, девятый выпуск. Если вы не смотрели предыдущие выпуски, все ссылки находятся в описании. А я напоминаю, что в предыдущем выпуске у нас появилось две новых участницы, и это не шутка. И вот что будет дальше, будем узнавать прямо сейчас. А также, ребят, подписывайтесь на мой инстаграм, потому что именно там выходят русские пацанки. Да-да, ссылка находится в описании. Поехали! А пацанки проходили тест на самосинность. Вспомним немного, что было. А они не сбросили, мы одни дома. Завдание девчата с трискон провалили. Успокойся! Да, было весело. Ухвалили шорсток решение. Обновить состав учащихся. Цего тижня на умовленный склад учениц чекают тонкости семейной науки. Какая ***. Это что за гопники были? Я и этот быдло движ. Киндер сюрприз. Чего и стоять пацанки перед дитячей навалою? Как я могу приготовить, когда у меня руки с жопой *** растут? Что я за детьми следи? Из гопника у джентльмана. Чего вдастся людям слепить чоловики в своей мриде? Я настоящая леди. И рядом возле меня должен быть мужчина достойный. Блядь. Короче, у нас выпуск сегодня про гопников, которые они должны себе выбрать и сделать из них просто... О, ася, конфетку на миллион. И дети. И у меня его уровня. Наречения утекачки. Чему примирка суконь сможет пацанок... А, еще и свадебное что-то. Я буду делать все, чтобы я была в этом плане. Та смертельный батл из вокруг. Мы стоим друг напротив друга между нами. Волнии летают. Что переможе? Молодость. Вчет досвид. Что мною нужно вот так, а то мною вот так. Начинаем. Чего только не видели пацанки за 9 тижнів у школе леди. Утім, цей ранок вони точно запамятають на все життя. Загнали детей. Ой, зимой, какие они маленькие. Что еще можно было хуже ожидать? Это дети. Маленькие дети. Привет. Ой, я в шоке. Привет, малыш. Какая красивая тетя. Ребенок обосрется. Дети чужие. Ох, как мило. Какие вы малые. И внутри у меня такое... Ну, что делать? Девчата, на один день вы станете мамами цих прекрасных детей. Ваша задача – робити все, что мамы зазвичай роблять для своих детей кожного ранку. Умити, почистити им зубы, причесати и переодягнути. Вважаем вам вот так. Ничего сложного. Я вообще шоковалась от этого всего. Думаю, да ну, я еще сама дитина. У меня была паника. Я вообще думала, что у меня сердце станет. Потом давай же выбирать себе ребенка. Можно я мальчика возьму? Привет. Первое время вообще никто не мог найти общий язык с ними. Они в натуре с нами не хотели базарить и боялись. Будем дружить с тобой или нет? А ты со мной будешь? Да, они все петляют. Я подхожу к детям, они меня боятся, уходят. Ты боишься что-то звать? Я к тебе звать. Я к тебе звать. Хочешь, я тебя покружу? Хочешь? 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 Мама моя. Ты хочешь маму? То и что-то кричит за мячик, а то и рыдает. Пойма от него, что он хочет или что она хочет. И решай, что с ними делать. Я в шоке от этого поведения детей. Лучше б я еще раз по носу препятствий прошла. Ну чего ты была? Боже мой. Ребенок думает, все, детдом. Мне радость ему тут бегать. Я не буду это играть, потому что я люблю детей, но не до такой степени. Господи, это же какой-то... А что ты кричишь на детях? Я не кричу, просто что он кричит? Ну первых там 10 минут можно было там с ними о чем-то еще потрещать. А если дети что-то их развлекать, ну честно, я не вижу. Ну там возраст маленький. Ну как ты не можешь? У тебя свой ребенок есть. Есть. Я никогда с ним вот так вот не... Ну реально учись это. Блин, как она начинает это все саботировать? Типа, я-то не могу, я этого не буду. В предыдущем выпуске и так далее. Вот прям бесит, знаете. Вот дали вот человеку шанс. Да, жизнь у нее, конечно, такая жесткая. Но это вот начинает, конечно, раз ныть. Слушай, не трогай меня. Хорошо, тебе нравится, ты сиди играешь. Мне это... Боже, я не хочу сидеть. Придеть, их материться. Я такого не понимаю. У тебя есть свой ребенок, и ты сюда приехала измениться. Так что ты начинаешь верещать, как сумасшедшая какая-то? Да-да, согласен. А потом же перечитываю, что надо его умыть, почистить зубы, причесать и переодеть. Да не кушай ее. Каждому ребенку по-любому есть свой какой-то подход. Главное постараться понять. Улынаем! Ну, Сашка, молодец. Не хочешь? Ну, не получается, я смотрю. Попыталась сделать колосок, думаю, тут колосок сделай, как мне мамка в детстве пик коммунизма. Потом с одеждой у нас было сложим. Ну, это юбочка, а это кофточка. Она что-то мычит-мычит, я не понял. А кофточка? Нет. Показывала ей кучу штанов. Говорю, твои штаны? Нет. Твои штаны? Нет. Это не твоя кофта, нет? Нет. Да, епископ 16. Где твоя одежда конкретно? Юбку пока говорю. Твоя? Да. Юбку нашла. Хамячина прибежала. Это моя юбка. Мне же мне надо юбка серая. Хомяк, возьми что-то другое из одежды. Мы там начали спорить, чья юбка-то серая. Прости, что ее, она же явно не в кого-то пришла. Она же сказала, что это ее. Юбка твоя? Давай. Я тебе говорю, круто будет одеваться. Серьезно? Это твои вещи? Это твои вещи? Твои? Ну все, хорошо. Я не знаю, ее вещи ей подошли. Отжала юбку. Я ее неплохо, кстати, одела. Я думаю, надо же мелких покормить. А, вернули юбку, да? На базу. Куда идем мы с питочком? Ага. Там, и там получается, каждому по конвертику, еще кто кому готовит. Большой, большой секрет. Сюрпризики. Ваше завдание – приготовить страву на всю родину. За умови, что ваш человек – привычник здорового харчувания. Свои коробожные жирные стравы, а дети едят лише молочные. Хитрость этого задания в том, чтобы, учитывая вкусовые предпочтения каждого члена семьи, приготовить обед для всех. Короче, их вязали в семью. Ваша задача – занять дитину и следковать, чтобы она не подходила до горячих поверхностей на всю мою эту годину. Как я могу приготовить, когда у меня руки с жопой растут? А, то есть, получается, вот откуда есть свекровь. То есть, якобы у нее есть муж, а муж этот будет гопник, и эта мама была гопника. Ой, бля, короче, такая ядреная смесь получается. Ты за детьми следи. Поняли, девочки? И готовишь, и сидишь. Мне досталась карточка. У меня муж вегетарианец, типа. Свекор обожает птицу. Человек, типа, любит из борошна, типа. Что с местной, короче. Муж у меня сыровед. Сейчас мужья зайдут. Мамурка очень любит сладкое, но нельзя лактозу. И свекровь у меня великая гурмаджа. Я, конечно, дико извиняюсь, но я даже не знаю, что такое лактоза. У меня про что такое лактоза? В молоке. В молочных продуктах. Глютень, чей глютень. Глютень. Мой, короче, чувак любит что-то мучное, а свекровь, там слово было написано глютенты. Я что-то такое. Я вообще вот в этой листочке не понимаю. Что с борошна, ни муки, ни хрень нету. Что такое лактоза? Это дурень боится пошел стеть. А что такое вредливое гурмад, что это, что, не мясо хавлюет, или что? У меня сейчас башка кругом пойдет, блин. Ну вообще все были в панике. Многое кто не умеет готовить, много кто не знает, как это правильно делать. То есть плюс еще дети из переда, то есть все кипиш, что, где, как. И что вообще делать надо? Маша, 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 где моя Маша, епископ 16-й? А где твоя тарелка? А в эти епископу? Так, оттуда вы, пожалуйста, никуда не свалим. Машенька, сиди. Я посадила ее. Все, Маша, сиди за столиком. Все, я же там. Эдвард, руки, ножницы. Давай, то, все. А где сахар, сахар? Маша. Сидеть. Сядь, я кушать готовлю. Так, кипиш такой был, потому что паника. Это всего час времени, надо сделать то, это. Вот ты туда-сюда, и ты охуевшая. Все, оно горит. На меня уже тут жир летит. У кого специи? А у кто специи забрал? У тебя была рассеянная. Значит, картошку ей нельзя. Если она на овощной диете. Или можно вареная. Старая ты, зараза, будешь ты у меня картошку ху**ть. Поняла? А я вот это только блины, и все, я больше ничего не буду готовить, да? Почему так ровно высказала? Только блинчики и вареники. Блинчики на сковородку и ху**анзы бит. Не нравится, не жрите. Старалась мне та свекруха. Я дитя своего сейчас накормлю и мужа. Великая гурманша. Я еще буду как в ресторане готовить, я б**ть яйца пожарить. Не могу пусть тусуться. А мне моя свекруха кормит. У меня муж на диете будет есть овсянку. А свекруха, думаю, ну что, я же не буду тебе суши выготавливать. Конечно. И овсянку ей тоже. У меня муж сыроед, девочки. Вот ему сырок. Малому нельзя лактозу в фруктовый салат. Вот и распетлялись. Сыроед, поэтому я ему сырок. Не, ну аналогику пыталась найти сыр, ест. Ну сыроед это, в общем-то, сырые продукты. Я не знаю, что едят сыроеды, но если чисто логически, то сыр сыроед. О, да, система сетых продуктов. Чем так воняет, вы шоу? Это котлеты мои. О, шоу, но горит. Я вообще в шоке смотрю. А там гренка какая-то вместо котлеты. С корочкой. Это шо происходит? Жир вискакует. И оно стреляет. Ну то есть оно спокойно могло попасть на дитину, и дитина опеклась. Хомяк, ну заразишь. От лепни на дитину, вона опеклась. Вообще-то вона стоит за мной. Где воно лепнет, если воно не после кастрюли? Ну типа я смотрю за своим ребенком. Если бы дети играли, и просто над ними можно просто наблюдать, то за Аришей ее ставишь, а она хочет на руки. Мы маме пьем. Я ей пыталась объяснить, что так надо. Хотя если бы убрать этих восемь недель, я бы хуй так отреагировала, если бы мне кто-то там орал под ухом, если бы я б***ь жарила себе картофан. Что такое? Может, я тут научилась такой сдержанности? Пойдем, пойдем, иди сюда, иди сюда. Сейчас кладут девчата кулинарный испыт, пизднейше проверять особливый яйцо. Ну нормально, красиво, приготовила люди. Так, скажи, пациентам недооценок. Карапузы спуску не дают. Я вот о себе быстренько подшикала, справилась. А потом я с малыми тусовалась. Ты меня сейчас закрутили. Мы обычно курятник создаем, но то, что дети сегодня устроили. Я именно себя почувствовала какой-то рабыни из аура. Мама! Почему мы плачем? Здравствуйте, девочки! Добрый день! Здравствуйте, дорогие! Девочки, ощутили все прелести материнства? Да! Девочки! Счастливы! Безумно! Устали? Очень устали! Мы реально устали все и были. Тяжело очень сильно. В таком случае я пришла вам помочь. Давайте мне ваших деток всех. Боже мой! Спасибо вам большое! О, Господи! Я подумала, слава Богу! Идем маленькие к маме. Когда я объявила, что экзамен закончен и забрала у девочек детиш, в их глазах я увидела столько радости, облегчения и счастья, что поняла, что испытания на сдержанность, трудолюбие, материнство далось не каждое. А сейчас мужья зайдут, да? Да? Слава Богу! Боже мой, так хоть тишина! Просто тишина! Я не могла просто этой тишиной надышаться. Насолоджуватись тишею довго не довелося. Вы щойно прошли очень сложное попробование нового тишня. Это довольно радикальный способ стряски. Был необходим каждый из вас. Ведь настоящая леди – это образцовая супруга и прекрасная мать. Дети, готовка, жрачка, сопли, потирание и свекрухи, жопа подлезание. Вот это фу. И несмотря на то, что у некоторых из вас есть дети, к сожалению, не каждую из вас можно назвать хорошей мамой. Моему сыну 12 лет. Очень ужасная мама. Я, наверное, не очень хорошая мама. Потому что, мне кажется, я уделяю мало времени. Не заботилась о ребенке своем. Он не чувствовал моей любви. Вас осталось семеро. И именно от... Осталось! Было пятеро! Вас осталось семеро! Слово семь происходит слово семья. Важно уметь не только построить семью. Вот это она прям сказанула. От слова семь происходит слово семья. А если в английском языке seven... То что? Ну, там, где есть рифма или что-то похожее, не значит, что она из-за этого произошло. Ну и создать в ней гармоничные отношения. Слово говно, нет слова, оно пошло. Такое, богато надзвычайно складывается в уроке. Там мужей еще нам выдают, чтобы им там рубашки кладили или что там делали. Стирали, убирали. На х** не надо. Вы готовы? Ну, нет. Запускайте гопников. Я не хочу, чтобы была неделя семьи. Потому что, как сказали учителя, надо кому-то готовить. За какой-то там теткой убирать. Я вообще хотела на этой неделе поп*****ть, потому что я жила раньше, как хотела. А тут именно реально надо напрягаться. А что? Мне нравится эта неделя. Я хочу в ней поучаствовать. Сашка молодец. А не секунды спокою. Щойно почули тему тижня, вишуковались зустрічати эксперта, який оцінить испыт с кулінарій. Так хватит жрать. Я думала, это будет Ектор Химена с Браво. Снежана Егорова. Да, девочки, это я. Приятно познакомиться. Добрый вечер. Здравствуйте. Я Снежана Егорова. Снежана Егорова – это актриса. Она сидит как эксперт и комментирует ситуацию. И у меня пятеро детей. Не. Комментирую ситуацию я. А она, по-моему, нет. Дети, девочки. Сигура у нее явно не такая, как матери пяти детей. На протяжении последних 20 лет я продолжаю делать свою карьеру. Работаю на телевидении с людьми. И при этом я воспитываю детей. Мне часто задают вопросы, как мне это удается. И я даже написала по этому поводу книгу. Она называется «Жизнь в моей голове». Потому что все наши удачные, либо неудачные эксперименты, которые мы производим в своей жизни, начинаются с нашей головы. Логично. Сегодня вы проходили испытания с детьми, правильно? Да. Не с жопы. Покажите мне, пожалуйста, то, что было вашим заданием. И продемонстрируйте, что вы приготовили и почему. Я х**, когда поняла, что нашу еду будет пробовать Снежана Егорова. Она же, наверное, привыкла вот в ресторанах питаться, понимаешь? Итак, Александра. Ну, ты знаешь, здесь есть, я вижу, гречневая каша. Здесь есть морковка и лучок. Но, честно тебе хочу сказать, если в голодный год, то, в принципе, съесть можно. По крайней мере, не пересолено. Гречневый суп. А она потом так, ммм, вроде бы норм. Я так, а ничего себе, да ладно. Алена, рассказывайте, что готовили вы сегодня? Ваша задача – приготовить для мужа мясо, для свекрухи овощную диету, для ребенка тоже овощи полезны, но он их не хочет есть. Овощи сырые, мясо спалило, пюре пересолило. Ну, шо ж ты за человек-то такой? Ну, почему? Мясо прожарки медиумря. Кто-то любит соленую картошку. Если закусить огурчиком, в принципе, огурец же ты сама не готовила? Просто порезала. Лично выращивали, у нас ферма же есть. Но они у меня не доготовились. Пахнет вкусно. Почему не доготовились? Времени не хватило. Сейчас попробуем. Ну, в принципе, овощи, можно, не совсем приготовленные. Мне должно быть такими. Я довольна вот этим блюдом. У меня вот такое, знаешь, задание выполнило. Переходим к следующему. Я? Да, Анечка, давайте. Как говорят обычные люди, бля, по-моему, ты немного не дожарила. Это просто аль денте. Все, бля, она сгорела. Не сгорела. Медиум, да. Муж у меня вегетарианец. Я ему картошку пожарила. Картошечку давайте мне сюда. Тарелочку. Давайте мне вилочку. Что она ее нюхает? Она думает, что у нас жопой пахнуть будет, а не что? На картошку нюхай. Картошка достаточно симпатично порезана. А пожарена. Просто холодная. Холодная. Я довольна. Маша, вы пока пришли. А мне съедобно. Снежана Егорова попробовала мою еду. Ей все понравилось. Картошка. Давайте переходим к вам. Ваше задание. Ну, испортить картошку надо послаться. Получается, моя святуха любит японскую еду. Мой муж грузинскую. Ну, а ребенку ж нельзя и японскую, и грузинскую. Короче, я приготовила овсянку. То есть, японец и грузин едят овсянку. Это то, что их объединяет. Это правал. Я решила приготовить всем своим родным. Я беспокоюсь просто их не в здоровье. Ну, это правал. Виолетта. Муж у меня сыроед. Малой, короче, любит сладкое, но нельзя лактозу. И свекрова у меня великая гурмаджа. Сыроед это значит сыр. Вот я ему сыры дала. Сыроед это от сырой. Употребление пищи в сыром виде. Да ну, я в натуре, ну я хоть уже знаю. Не, ну сыр вроде сырой же, правильно? Или нет? Сыроед это не сыр, который хавает, а сыр и овощи. А где же, где же бедная, бедная, несчастная женщина, ваша свекровь? Свекровь, если она такая вредливая гурмаша, я ничего не умею, то пусть отсекается. Виолетта оставила свекровь голодная. Вообще-то, свекровь пресекла, мне сралась, еще ей жопу потирать, понимаешь? Я надеюсь, что ваша свекровь будет приятной женщиной, и вам захочется ее хотя бы чем-то угостить. Свекруху ты свою бедную обидела. Ни хуй себя обидела. Я сказала, что если это, короче, чама разобьется, я ее в ресторан пойду накормлю, а наш гурман ни хуй себя в рот. Желаю вам удачи, Виолетта. Но пока что могу вам сказать, что вы находитесь на последней ступени в моем рейтинге. В смысле на последней? А то есть, по-вашему, китайская грузинская, японская грузинская кухня с овсянкой прям вообще идеально было, да? Серьезно? Татьяна. Я готовила, значит, поскольку это свекруха, типа не ест блюд на косточке, я ей накромсала салат, помидоры, огурцы, лук. Потом я ей сало нафигачила, раз она не ест на косточке. А потом подумаю, ну ладно, вдруг сало не хавает, котлеты ей сделала из фарша. Это котлеты, хоть они и не очень презентабельные, но можно я их попробую? Нет, я, знаете, я научусь готовить, я вам позвоню, я вас приглашу. Давайте, дайте мне ваш нож. Я не умею говорить, ну вообще, меня это все выбешивает. Там она ее похвалит. Вообще, просто находиться на кухне в роли повара, это сложно для меня. Я в роли этого поедателя всего, я согласна, ну не повара. По крайней мере, могу сказать вам одно, неплохо, не умрешь. Ирина. Это то, что вы приготовили? Да. Если печу хотя бы моего малого сюда привезли, может быть, я бы что-то там и сварганила бы какую-то хуйку. Вы еще не пробовали, я сразу говорите, что они хуйки новые. А вы попробуйте, надо их обзывать, мои блины. Ну пришла, понимаешь, и начинает рассказывать, что у меня какое-то блюдо не то. Ну не знаю, если можно еще приготовить с муки, кроме вареников и блинов. Согласна, я пробую ваши блины. Ну вроде не подгоревшие. Посмотрите, она срез. Они просто сырые. Если она считает, что они не сырые, пускай идет туда в ресторанах, если это Жанна Егорова. А вы просто ко мне придираетесь и все. Тот человек, который больше всего нуждается в помощи, он всегда виден. И на сегодняшний день это вы. Что думаешь, ну вон ***, где мои чемоданы, у ***, а я домой. Если вы перестанете отрицать то, что вам говорят, произойдет максимальная трансформация на этом проекте. Я очень хочу это верить. Знаете почему? Потому что это нужно вашему сыну. Я очень ужасная мама. Мне за это очень стыдно. Я желаю вам удачи. Самое главное, что вы приобретете в этом проекте, вы найдете себя. Я очень хочу в это верить. Спасибо. Спасибо, девочки. До свидания. Деткам привет. Спасибо. Подлезала в конце. Отже, на початку тижня девчата відчули себя мамами. Утім, это не единая роль женщины в родине. Вже наступного дня они спробуют стати дружинами. И, как завжди, завдание будет из ускладнения. Запускаем гопников. Принять участие в этом испытании согласились совершенно реальные парни из одного из вполне известных районов нашей столицы. Троещина. Сразу, бля, если где есть гопники, бля, и в Киеве Троещина, да? Мы пришли, как обычно, на районе с пивасиком, с емками, туда-сюда, чипсы. Знали, что идем к пацанкам. Ну, как бы и подготовили. Бля, было бы офигенно, чтобы запустили... Вот, по-моему, в России есть такое шоу. Какие-то были гопники, да, там, пацаны, чтобы тоже приходили вот такие вот на реалити, там. В Украине такого еще не было, по крайней мере, когда приходят там гопники, и из них делают джентльменов, блядь. Слышу, кто-то шо-то там ходит, бухтит, поняла, пацанячьи голоса. Ну, не все на гопников похожи. Хорош спать, девчонки. Ты на, давай, подымайся, борщ варить уже пора. Вот, прямо гопник-гопник. Открывай, у нас задумывай, мне че мерещится, че по голове мне шо-то стукнуло. Гопатас райончика. За Риги, блядь, обычные с района, которые под падиком утопива на картонах, блядь, больше ни на шо, ни не способны. Сколько можно спать? Бись, пожалуйста, ты че, блядь, это семки русской при зимой кровати. Семки убрал, блядь. Вы все такие злини. Семки выложил такой накид. Какого лысого ты семочки рассыпал? Семки на пол, плевали. А ты дома так плюешь, ты чепушила. А ну, погоди, левчик мой, с***. Кричите, грубите, кидаетесь. Кто это такое? Короче, ребята, а что вы вообще пришли? На вас посмотреть, себя показать. Блин, не с*** отсюда. А вы в нашем доме, в храме леди. Элита. Мне вообще, каждая неделя все больше и больше поражает. Понимаешь, и меня решили уже добить окончательно. Меня так ломают, что с*** у бешеного последнее время. Тут еще и тема такая. Мы вам поддержали пивать. Второй раз не предлагаю. Пацан, ты пришел в школу леди. Какое пивко ты шоу? Это провокация. Страх теряешь. Я хотела сказать, какого х*** вы зашли, б***да. Но когда я увидела пиво, да еще и с сухариками, да еще и семечками. Все, мне было по*** кто-то вообще не пришел и сколько времени. С*** пиво, я тебя схабываю, поэво. Ира потянулась за бутылку. Я подбегаю, начинаю выдирать у нее эту бутылку. Это была тупая задея, на самом деле, на восьмой неделе. Одна нормально, молодец. Но это вот одна, она просто, б***ь, устраивает звездец какой-то. Остановись, б***ь, это ж тупая еб***ь. Провокация. Ну а что я могу сделать? Я бы посмотрела на них. Я тут четыре дня, б***ь, они тут восемь недель. Естественно, они там не бухают, да, уже там у них нет привычек. Это оправдание, это оправдание, оправдание, еще раз оправдание. Я взяла, б***ь, ушла, спрашиваю, там, съела, допила б***ь пиво, чтобы на меня там меньше кто б***ь. Я с такими не общалась даже и по жизни. Для меня нормально и чуваки. Ну что, у меня, вот я такими как раз, б***ь, дома я салом. А я... Фу-фу-фу, не могу, я очень нервничаю. Такой сложный случай. Ну раз они уже приперлись, мы поняли, что мы просто так не отмажемся. Ну и пришлось их принять, как леди. Хлопцы, пошли запить кофе. Давайте сделаем так, как мы утро встретили, мы забыли, да? Мы спустились, сделали бутерброды, пили чай, типа, познакомились. Что там, где кофе? Кофе пить будем или это самое? Сказала, нет, б***ь, б***ь, я только чай, все, б***ь. До свидания, б***ь, забить, мне нравится, у***ь. Тяжелые случаи, конечно, но поработать можно. Нельзя так нервничать. А это гопник интеллигент. Ты шо? Ты а не нервничай, помирься, не нервничай, б***ь. Тут все, б***ь, косы полупадают. Ну ей трудно, сложно пока смириться с тем, что она находится в школе леди. Ты шо, хочешь лысой быть или что? И базар, я тебе сказала, ты, б***ь. Ей, кажется, если она покричит, попсихует, поорет, то это все прекратится. Сколько ни кричи, ни ориц, это не надо будет помнить. У меня в голове, ну, только две мысли, типа, либо находить с ним общий контакт, либо не находить. Ну, нормальный бутерброд еще и ков. Возьмите сахар, пожалуйста. Передайте сахар. Будешь в бутерброд? Конечно. Бери. Пойдялись немножко, начали общаться. Начал появляться какой-то диалог. Кто где учился, у кого какое хобби, кто чем увлекается. Я Виолетта, мне 21, ты еще со школы. Ну, некоторые вот вообще на гопников не похожи. Кто это такой, тут сбоку сидит? Вот нормальный баранатый, а это кто? Ну, блин, на него смотришь негопник, он бедно сейчас заплачет. Жизнь по наклону я пошла. Короче, и бухло, и наркотики, и чтобы хоть немножко остепениться, я тут сижу. Серега, работаю пока. О, Серега, ровный пацан. А так вообще за любой кипиш там любил. Саша, 18 лет, не училась. Люблю выпить, любимое хобби футбол. Вугуша вот мне, я сходил из Азербайджана до солнечного. Полуарабских эмиратов, в Турции, в Грузии. Меня зовут Саша, у меня 21 лет. Живу с Малой, я с мамой, планирую подкопить Б-классик, а я оттуда с*****. Я только живу в Ки, учусь на воскресеньке. Узнали, что другого получено. Типа, вроде неплохие у девчонки. И тут выходят учителя, типа. Добрый день. Короче, там не все гопники. Девчата, тиждень семью в школе леди триває. Сподіваюсь, ви це вже відчули. Я розумію, що у вас виникає запитання, що тут роблять ці молоді люди. Ми думали, що ми легко відмажемося, типа бутербродики, чайок і до свідання. А тут ще хлопці, під'їдіть до дівчат. Тут я на жопу сію. Хлопці, під'їдіть, будь ласка, сюди до нас. Молоді люди тут просто так. Ані вже знають хто с ким. Леди діляє своєго молодого чоловіка джентельменом. І дуже часто іменно від нього завісять успіхи і дістіження її мужчини. Це серйозна перевірка на вміння бути справжніми леди. І не опуститися до того рівня, з якого вони до нас прийшли. Вже сьогодні ми перевірили, що зможете ви насправді перетворити цих хлопців в справжній лідженкій меню. Ми що, їх перевоспитати должны? Коли нам преподаватели сказали, що треба провести целий день з цими хлопцями, я оху. І що і нам треба їх, типа, усовершенствувати. Сьогодні ви все вместе отправитесь в консерваторію. Та що таке? Що? Куда? Може клуб какой-то, анонимний алкоголик. Ви должны научити молодих людей етикету, умение держатися в обществі. І, естественно, ви должны переодеть молодих людей і зробити їм прічіки. Нам всім раздали билеты в консерваторі. На сім вечера. Господи, ще стільки времени на сім вечера. Як би вижити. Короче, почали розхватити ці бешені дикухи мужиків. Я ж сразу вже наметила, кого прямо перпендикулярно. А, вони самі выбирають? Я вже выбрала, я вже выбрала, пока ніхто не забрал. Я беру вот. Ага, сами выбирають. Хомяку вообще повезло, там индивидуум попався. Моб-стайл. Мені достався сереж. Я так поняла, що... Блін, що сережа, ну вот. Точно моб-стайл. Відьявно нездоровий образ жизни. Все, це буде мій. А все остальное, хто там буде, кого розбирати, ніхто не. Девочки, дерзайте. І, головне, помните. Ви должны подтянуть парней к своєму ровню. А не наоборот. Желаємо вам удачі. Спасибо вам. Те знання по етикету, які дівочці можуть преподати своєю повалюю, проходили в школі. Ну що ж, посмотрим, як вони усвоили. Самый веселий случай – це у неї. Що? Короче, для начала, ти же знаєш, що в правилах етикета треба для начала не матюкати. Без всяких зона лагеря жила, була топор пила, це лето двого лето. Ага, нормально. Красиво, говоримо. Порюшало. У нас сама-то какой-то цвіток. Понял? Типа, да це гладіолус мене вже за гладіолусила. А що там тут етикет? Я тебе умоляю. Нам можна с тобою на консерваторії, щоб по етикету залипить, полбокала красного или білого. Бедного пацана подставили, дали самую подорваную. Вина. Тільки полбокала. Ми не будем ни пить, ни курить, ни материться. Не пить. Ни курить. Ни курить. Ни материться. Ни материться. Пиво ми тоже не пьем. Ми... Ми вообще не пьем. Не пьем. Я настоящая леди, і рядом возле мене должен быть мужчина достойный моего уровня. А взагалі ти був на таких мероприятиях? Ну, все нормально. Був, і як там весело? Оркестр состоїть із чотирьох секций. Умний гопник. Струнні інструменты, деревянні духовые, медній духові і ударній. Воспитанний зритель не станет опаздывать і не станет опаздывать і покидати своє місто вовремя антракта. Т.е. хочеш писяць? Терпи і красиво вийде. Тільки ще є одна проблема в тобі. Ти должен ухажувати за девушкой. Я щас подхожу к столу, ти должен стульчик не подвинуть. Да, пасиба. Кстати, мальчики послушные оказались. Все. І следом заходиш. Ходите, мадам. Короче, він мене слушался. І я думаю, ми нормально распетлялись. Нахрена ти йому, блядь, це діла, блядь, що дала книгу на голову. У нього нету задачи ходити, як леди. Стой. Нахрена. Ходить с ним? Бо я сказав, що походку попроще. І йдеш, грудь вперед. І пошел. Як мужчина, як будь-то у тебе костюм за 100 лямов. Я йому научила то, що все, що знала. Я верю, що ти повернешся, і эта книга не упадет. Главное, ну так, емоції свої не показувати. Золотить, що нам це все нравится. У мене деброшення. Не учили во дворе етикеток. Етикетки. А, етикетки только були. Пяти-пяти. Десять. Ну, короче, кросси ми снимем, оденем туфли, черные штаны, рубашки. Там, короче. Какой-то потерянный пацан. Я думаю, им понравилось. Ну, а че бы нет. Дебо не ще таких прекрасных дам стоять. Я думаю, они специально взяли такого максимально, какого-то такого для этой подорванной. Потому что думали, щас дадим ей гопника, а там вообще будет разнос. Ага, да, деться. О, шматье. Саша, иди ко мне, мой дорогой. Так, у тебя какой размер? Я одену так, что Андрентан будет нервно курить в сторонке и все любые стилисты. 44-45. Ой, там такое началось просто. А ну, мерить. Ты шо, гонишь? Найди мне самый лучший костюм. Таня, че еще? Ты ищи пока, что-то осталось. Давай рубашечку еще нужно взять. Елки, шо-то да, налетели, поразбирали. Пацанов, шо, на одежду налетели, поразбирали. Сереженька, где мой Сереженька? А шо у тебя размер от этих штанов? Я ж быстренько через всю толпу там фух выбрала, нашарилась. Давай, отвела его в сторону. Говорю, одевай быстро, будто отожмут. Маша начала ебать, а дай моего. Это занято. А, это ваша? Одежда не хватает. На одного большая, на другого малая. Еще раз новостили. Чертешой сбоку бантик. И шо он будет как в шароварах у меня шастать? Я ж хочу, чтобы у меня тип был нормальный. Так у меня вообще я худой, как лист какой-то. Так шо мне делать? А я своего умерю, ну тюфик худой, обнять и плакать, понимаешь? Я не знаю, чем его там дома кормят. Может, ему *** помочь, надо *** узнать. На гоплики с таким причуханом не ходят. Смотри, я взяла, я думаю, они подойдут на тебя. Или они большие будут? Боже, он такой худой, маленького роста. Ему вещи подобрать, ***, как с лошад. Да, пиджак большой, снимай его, он тебе не надо. Я и то померила, нет, не получилось. И то померила, нет, не получилось. Давай. Так шо клетка, ну шо рубашка? Меря она поменьше. Давай меряй. Так шо мерять? Да, меряй. Ремешок надо. Сережа, померяйте? Ну, пожалуйста. Вот я в натуре думала, что я сейчас пойду в свою комнату, закрою с ванной и буду реветь из-за того, что из беспомощницы. И беспомощность, беспомощности, потому что я не знала, что мне делать. Мать. Хомячок, одеть эти туфли, вы. Пятый, единственный его размер был 39. Бл***, что на его дело? Был похож на пи***, не знаю даже на кого. Царанчонка какого-то. Либо наркобароны идет, либо какой-то осуждать, а что проститута держит. Серега, на шате штаны. Одевай, 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 молчи. Вот, пи***, подобрала. Ну, это прям тату. Ой, красавец, ты что? А, он по длине не подходит. Неправильно сделала. Ой, просто красавец. Парень, пи***, песня. Хоть б***, а сразу пи*** и в ЗАГС. Мы с бабами молодцы. Мы с этих лыганов с района сделали нормальных именно джентльменов. Ты ж смотри, какое превоплощение произошло. Было оно, быдло движ, а там таки-то вроде бы элегантный парень. Я уже подзадумалась. Кто вылетит в трубу после консерватории? Дивите дальше. Це проект від пацанки до панянки. Дівчата мають лише за день перетворити гопників на джентльменів. Костюми з переливом вже підібрали. Далі перукарня. А, ще плечухан сделать. Бля, ну там у кого-то вообще стрижки никакого нету. Точнее волос. Що там ще сделаєш? Побріг на голову? Я прийшла і сказала, сделайте мене з него бредпиток. Я йду с этим джентльменом на филармонію. Нам треба щось сделать, короче, с ним нормально. Короче, пока. Побріг ему уси і бороду. Пощипай брови і на голові зроби щось. Значит, слушайте внимательно. Все вот эти національные прелести нужно оставить. Брови не трогай ни в коем случае. Он сказал, пожалуйста, ну только аккуратно. Это все мое достоинство, понимаешь? Я ж думаю, ну раз достоинство, значит, нужно оставить. Тут немножко оберет, а в принципе, можно оставить или как-то красиво ему припарковать? Ну, щас, я из тебя сделаю. Припарковать? Бороду полностью не збриваю, мы там по троечку ее гасим. Высидом полируем, тут подстригаем, там подкрашиваем. Типа как сетхем, чтоб был. Не на зоне там. Сказала, сделала. На лице ему не пойдет, бо у него голова як ця голова. Вот тут сделала, щоб ему шесть, а тут все убрать из плавного перехода и перейти по троечку. Мой мужик должен быть самым и самым во всей филармонії. Ну, щас посмотрим, что получилось. За брытву я взяла сама. Я сказала, дай-то я попробую. И я почала брыть на себя. Ну, пасхой, конечно. Молодец. Вот так? Да, все. Теперь погладим, погладим. Ну, конечно, горжусь. Першу раз жизни хлопця побрить. Бабы, смотрите. Подвигайся, покрутийся. Прям можно замуж. Ну, у меня получился красавчик, да. Нормально? Нормально. Ты посмотри, какой ты красавчик. Мачо, мачо. Супер персик. И всех такие красавцы были, что просто, ну, бомба-ракета, понимаешь? Мой красавец готов. Завидуйте теперь все. Ой. Ну, нормально. Брэд Питт самый классный. Ну, умнее. Чем я не Анжелина Джоли? У меня губы шикарные, сиськи у меня тоже ничего, третий полный. А теперь у филармонию. Пошли. Не, ну, хорошо сделали. Зашли они туда за чуханными типами, а вышли бомба-персик-шоколад. Потом мы поехали в консерваторию. Мы первый раз пришли, это же для нас яковинка-то какая. Почему же я не была на таких концертах? Наверное, потому что я сидела пила пиво. Боже, или, наверное, потому что я курила постоянно. Это нужно смеяться. Мы зашли зал и просто подворились. Куча бабуль, дедуль. Морды наумняченные сидят, и мы именно, как орава какая-то. Сели и сидим, и ждем, как дебилы, блин. Рядом женщина сидела, я к этой тетке говорю. Скажите, пожалуйста, какая будет группа выступает? А, они тут, короче, будут петь, танцевать, да, на пианино. Это платный билет? А, тут бесплатно. Специально для вас бесплатно сделали. Знаешь, как называется этот инструмент? Как? Арган. Арган? Говорит, это арган. Да, да. Увертюра до оперы «Чарівна флейта». Ну и там начался жесть, блядь, я, я ху**. Все девки сидели сначала нормально. Никто не ржал, а я с первой секунды. Пробила на ха-ха. Бля, такое, честно, бывает. Я помню, когда в школе накинулся, напишите в комментариях. Бля, вот как бывает, как пропрет на ха-ха, причем тупо просто на ровном месте. И хрен успокоимся. Трубочистый, вот это, не скрипки, а как оно называется? Ну, пилки. Я не могла себя сдержать. Кто? Ну, труба. Ну, мне просто жажко было, мне все такими кумарными казались. Я эмоции сдержала, как махла. Никогда в жизни так не смеялась. Я просто, я не могла остановиться. Просто пробила на ха-ха. Они вот это дуют, так в те дудки, короче. А это уже пошло просто заразительно. Когда кто-то начинает ржать, все, бля, пошло по кругу. И так, и так, и так. Я же ничего не вижу. Отворачивалась, смотрела на него, на его бородку. Тут там на какую-то женщину, чтобы только на девок не смотреть, потому что они ржали. Так, конечно, пошел просто... Заразительный эффект. Это был Атос, п***, п***, п*** вообще. А чуваки, нормально. Я все же и по щекам била, и нос закрывала, и что только со мной не происходило. Я вроде бы все, только успокоилась. И тут опять вот эта, п***, труба, п***, 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 на похороне. Ну, короче, я понимаю, что их смешило, чувак смешно еще так вот дрыгается. И у меня опять, короче, истерика, и опять начинаю плакать. Сидим мы уже час, два, три. Я думала, господи, когда оно закончится... Серьезно, так долго это сегодня? У людей, когда закончится, п***, но мне казалось, оно будет тупо бесконечно. По-перше, это скучно. По-друге, срака было и сидеть. Спокойной ночи, малыши. Я периодически засыпал, тоже спать хочу, и вот пихаю, пихаю. Мне казалось, что нас сюда привели утром, и утром мы оттуда вовышли. Он такой, ну, чего, он так аж смотрел, аж плакал. Ну, слава богу, закончилось. Когда же закончился этот концерт, и тут же все, понимаем, что сейчас же придут наши эти три старушки. Ажи, сегодня на вашу долю выпало дуже непростое пробование. В целом, мы видим, что ваши хлопцы изменились, принаймні, зовні. Почти все, ну, хоть как-то постарались. Кто-то из них не очень понимал, как это нужно сделать. У кого-то это удалось лучше. Девочки, какое у вас было задание? Преобразить своих парней. Ведь от женщины зависит не только статус, но и внешний вид ее мужчины. Так вот, у вас есть множество чудесных косметических средств. Например, крем, который делает такую проблему, как купероз, менее заметный. Вы могли им воспользоваться, ведь у мужчин также бывают расширенные сосуды и покраснения. Алла, не помылки. И, конечно, это перед всеми помылки этикета. На таких заходах важно сидеть тихо. Как сидеть тихо, когда такой цирк на дроте? Не можно шуметь, разговаривать, переговориться. Я бы посмотрела на них, если бы их привели в первый раз в 30 лет в эту консерву. Консерву. У вас было задание перевиховывать хлопцев. А выходит так, что хлопцы перевиховывали вас. Это было стыдно. У меня кавалер оказался намного адекватнее, чем я. Они тоже пришли в первый раз в эту ***. Ну, они слушали, пытались что-то там вдуматься. А мы тут поржали. Сто пудов задача у них была, типа, пацаны, давайте серьезно. То есть, они бы тоже, наверное, хотели бы поржать. Но, типа, была задача в том, что, смотрите, мы вот гопники культурно, а вы как бы ***. В некоторых ситуациях за наших девочек нам пришлось краснеть больше, чем за их подопечных. Поэтому, ребята, мы вам очень благодарны, а вам, девочке, еще учиться и учиться. Не зря, что я здесь. Но у меня есть к чему стремиться. Наступного дня тиждень родины урязноманитно служат весным уроком. Девочки не блистали ни на первом, ни на втором испытании. Такое ощущение, что внутренне они отрицают себя в роли жены и матери. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Пошла какая-то телка белобрыся. Меня зовут Светлана Митрофанова. Я семейный психолог, тренер по построению отношений. Тренер она по построению отношений. Я, блин, не могу себе мужа найти уже несколько лет. Она там тренер. Каждая из вас ответит мне на вопрос, насколько вы готовы к семейной жизни. Я, как бы, не против брака, типа, но понимаю, что зараз, типа, для моего возраста, типа, это, я каша еще рано. Виолетта. Что, я не готова к семейной жизни. Не готова, потому что не хочу или не могу. Потому что она мне, ***, сралась, не до 11 лет еще. Тусоваться хочется, нормально пожить, а то потом начнутся сопли дети. Как можно быть против брака? Против бракованного брака, я согласна, но против хорошего брака. Поднимите руки те из вас, которые верят в любовь. Я не верю в любовь взаимную, потому что у меня ее никогда не было. Замуж не хочу, я мужа не хочу, только ребенка, и все. Ну, а ты понимаешь, на что ты уже обрекаешь? Нет. Мне все равно. Она не понимает, что это реально тяжело, ***. Если папы нету, или папа плохой, то половина ребенка будет уже с низкой самооценкой, я уже не уверен себе. Так а что, взять кого попало, или вы думаете, это так просто в супермаркет дышал, купил мужика подходящего, и пусть он заменяет, да? Я верю, ну, в любовь между матерью и ребенком. А между мужчиной и женщиной? Да, ну, 21 век, вы что? Да, потому что они там вешают, рассказывают. Ой, я люблю, туфли куплю. Потрахаться им надо, и все. У кого были разочарования? Я тоже сильно удивлялась, что у каждого в жизни такие есть истории. У меня просто, ну, вот, недоверие ко всем мужчинам. Я их просто не подпускаю к себе. Потому что я боюсь, что опять очередной какой-то гусь меня разведет и будет издеваться. Ну, поэтому ты гусей находишь. Мне вообще просто неприятно это вспоминать. Я встретила свою любовь, когда мне было 17 лет. И начала бухать. Я забеременела. Ну, и так получилось, что тоже он ушел. Я столько боли тогда, ну, получила от этого человека, что вот после своей истории любви я не хочу просто замуж. Почти все сказали, что, типа, любовь не существует. Ну, а чему удивляться? У нас жизнь потрепала, у нас не сложилось. Как мы можем после этого кому-то верить или что-то вообще строить? Вы хотите, чтобы к вам относились как к королеве? Будьте королевой. Вы хотите, чтобы к вам по-человечески, по-женски, о вас заботились, да, вас кружили? Хотели, чтобы к вашим детям относились хорошо? Будьте такими женщинами. Она дала очень правильные советы, которые я действительно слышала первый раз в жизни. У меня для вас сюрприз. Что, мужей нам дали? Господи, я так обожаю сюрпризы, особенно в школе леди. Типа, почувствуйте, как это классно. Я хочу это. Замуж никто не хотел, а платье выбирали, дай боже. О, Господи, боже мой. Они такие классные, они такие, блин, ну крутые вообще. Будут цветы, и ты станешь невестой, невестой. Будут дожди, и ты уйдешь из детства. Мы оделись, нас накрасили, сделали прически. Нам же было интересно, как мы выглядим, а все же зеркала нету. Ух ты ж, ничего себе! Это даже мне нравится. Очень красиво. Вау! Все, можно меня замуж? Вот знаешь, вроде бы стою я, но не я. Не, ну Саша хорошая девчонка. Можно и замуж выходить. Знаешь, захотелось... Так именно, на свадьбе своей побывать. Не знаю, как по мне, этот макияж даже лучше, чем ей сделали на свадьбе. О, ты очень красивая. Да? Как ты себе? Нравишься? Честно, очень. Я не ожидала. Буквально недавно я ходила в спортивках, именно, быдло движ. А тут я смотрю на себя, и стоит такая нежная, хрупкая девочка. Следующий. Ну что, Датьяна, какой ты себя находишь? Конечно, ухуечно, если чувствовала в этом платье. Какая с меня невеста? Мне категорически... Платье, если честно, такое себе. Неудобно. Неудобно? Да, в том, что на меня одели. Все давила, царапала, вот этот корсет. Все такое... Ты выглядишь очень нежно, но звучишь очень грубо. Но если найдется мне хороший принц, так уж и быть, я и в таком платье уйду. Нравишься? Ну да, совсем другой человек. Я была четыре раза, ну, дружка на свадьбе, но я ни разу не ловила букет. Хотела? Нет. А сейчас? Хочу. Просто возле меня постоянно какие-то трутся. Мы ненормальные, в общем. Так ты на себя посмотри, ты какой ведешь образ жизни, как... Просто, вот знаете, тут подходит лучше всего, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Все. Но если ты будешь вести себя по-другому, правильно, достойно, то рядом с тобой окажутся другие люди. Другие мужчины. Я знаю, что ты сегодня мама и медленник. Да. Я тебя поздравляю. Спасибо большое. Я буду плакать. Ему сегодня 12 лет. Фу, давайте не будь. Давай поговорим о достойной маме. Ребенок хороший, как по мне. Той маме, которая будет гордиться твой ребенок. Сама этого не осознаешь, а когда тебе что-то рассказывают полочкам, ты уже это осознаешь. Что ты сделаешь для него? Ну, прежде всего, я перестану пить. Не верю. Потому что он страдает. Пока что не верю. Я мечтаю, что мама и свиньи. Ради своего сына пообещай, что ты действительно серьезно изменишься. Обещаю. Но заради своего ребенка я обещаю меня. Ты молодец. Ты хорошая мама. Ты хорошая мама. Спасибо. Увидите, ребята, она еще будет бухать. Этим слова не имеют никакого веса. На данный момент. Это сейчас так на эмоциях сказала. Да, буду меняться. Все, вообще, не бухаю. Ребенок. Я вот только сейчас понимаю, как мне его жалко. Он просто просил погулять со мной, куда-то сходить. А я постоянно нерв, у меня же занято. Друзья, алкоголь. Не хочет, я могу позвонить, попросить врачей. Можно? Можно сделать подарок, пожалуйста. Привет. Это мама. Узнал? Сыночек, я тебя поздравляю с днем рождения. Владик, прости меня за все, пожалуйста. Прощаешь? Владик, я приеду, я тебе обязательно куплю велосипед, хорошо? Мама уже приедет со всем другим человеком. Я тебя больше не буду обижать, хорошо? Я тебя люблю. Пока. Я почувствовала, что он не хочет со мной ровно. Да-да, мать-то, конечно, еще та. Ребенок пока что не верит. И я не верю. Красиво. О, финал замазали. Представляла себе раньше невесты? Нет. Я хочу свадьбу, но я не хочу ни с кем жить. Вот я закрыла свое сердце, потому что так мне... Мне так легче живется. Ну, потому что у меня не было любви взаимной, из-за этого я не верю. Она начала мне втирать. У меня кошка, только я кошку люблю. Ну, ты знаешь, да, что одинокие бабушки живут с котиками? Ну, именно на такую перспективу ты сама себя обрекаешь. Начала грузить, что вот неправильно, что я не хочу брака, то есть все, короче. Просто не хочу ни с кем быть, все, я пошла. Ты далеко? Да. Бомбанула. Хватит. Да пошли, я убежала. Да что, не дерьмо, ничего. Все, до свидания. Не хотела я душу раскрывать, она мне сразу не понравилась. Блин. Блин. Я не могу. Затру в зеркало, е**ю. Ах, е**ю. Какая я красивая. Да. На что смотреть? На грудь, на боках, на глаза, на прическу, на что же не смотреть? У тебя ведь не было свадьбы? У меня не было свадьбы. Я когда с Андреем родила ребенка, спросила у него, Андрей, почему ты меня замуж не зовешь? Он мне сказал, ты еще не заслужила. Я не хочу плакать. И внутри такое, типа, начинает вылезать вот эта девочка, а я начинаю плакать и не могу успокоиться. Послушай мне, ты не виновата в том, что произошло. Ты не виновата. В этом нет твоей вины. Слышишь меня? Да, ты бухала, но в этом нет твоей вины. Материлась, ты не виновата. Ты что, во всем виноват он? А ты молодец. Бухала? Нет. Нет, это твоя вина. У тебя расплакалась, но это по моим причинам. Бред. Но все равно это была... Просто ты не во всем виновата, да. Какая терапия, шо? Нахрена ты это лепишь? Я буду делать все, чтобы я была в этом плаке. Даже выйду за мной за сердце уже. Я сказал, хотеть мало, надо действовать. Пошла на улицу, говорит мужика. Примирка суконь, як виявилось, була лише першою частиною терапии. Вместо ЗАГСа нас повезли на заброшку. Популярна заброшка в Киеве. Аленочка, жизнь это не поле перейти. И семья это не только веселье, а прежде всего терпение, толерантность, умение улаживать конфликты. Эмоции это то, что нужно научиться выводить за пределы физического тела. Всю ту боль, которая в тебе есть, накопилась. Давай оставим прямо здесь. Давай бить тарелки. Мне кажется, вся проблема моей жизни это алкоголь. Это он погубил меня, некоторых членов моей семьи. Я туда все вложила. Все, потому что алкоголь, по сути, разрушил всю мою жизнь. Ненавижу! Скотина! Пошел в нос! Ты все вожжешь! Я с этими всеми эмоциями, с бешенством таким, каким-то с криками выплескивала все, все, что у меня накопилось. Ну, для снятия стресса, окей. Здесь же так посуду побьешь. Посмотри, здесь есть посуда, здесь есть подушки, но есть и бутылка. Для тебя это символично, правда? Нет, если вы еще поставили бы целую бутылку, прям пиво, закрытую, то было бы интересно, что вы пустую бутылку поставили. Да. И вот эта стена, об которую все бьют, крушат, избавляются. Это тяжело, конечно, для меня сейчас делать. И бросить бутылку тяжелую. Я больше не буду пить! Я почувствовала облегчение, когда я разбила эту бутылку. Не буду я больше пить! Я не буду больше пить! А потом начала пить! Все пить! Все, тут переб... Оставь другим девкам! Все, на пить! Пля, платье все в говне! Больше не буду пить! Сейчас я скажу, ты остановись! Вот это порвало! Вот это вот я... Все, что вот у меня было, я вот... Все вот это... Все вот это... Блин, выприсвала сегодня. Мне стало легче. Как себя чувствуешь? Ну, я себя чувствую. Человеком. Начнем с чистого листа. Обязательно все. Я представляла гарю этого урода. Что ты получила от этого сейчас? Облегчение. Если ты будешь кормить своего доброго волка, он будет тебя охранять. Моя проблема в агрессии. Тихо, 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 тихо! Очень не умею контролировать свои эмоции. Для меня это просто предел. Причинять боль своим близким. Это способ выведения эмоций за пределы физического тела. Не принося боль, страдания другим людям. Ах, хуйка, враги! Держитесь! На! На! Вот так вот! У меня появилась такая стена, я в натуре могла бы и стенку плячить. Вы отойдите подальше! Все плохое! Ух! Опа! Каблы! Платье разорвало! Я его еще до конца разорвала, просто и без лифчика была, ну как-то неудобно. Это типа леди, да? Перемот! Выплеснуть все плохое, чтобы идти в семейную жизнь чистой и внутренне здоровой. Прямо, как в клипе. Теперь я счастлива! Это настоящий катапсис. Вот это по-настоящему. Ну что, теперь только созидать. Теперь только в светлую, чистую, новую жизнь. Давай уже строить. Строить что-то хорошее. Согласен, ты большая молодец. Спасибо. После такого выплеска эмоций девчата, начи, снова родились. Чи откроется у них второе дыхание перед финальным попробованием? Свекрови. Прошу проходите сюда. Видим кухню, и нас встречает Татьяна Герасимовна. Девчата, витаю вас. У вас завершуется тиждень родины. Вы себе уже спробовали в роли мамы и дружины? Дети были, мужики были. Что они теперь свекруха еще ждали? Как известно, невестка и свекруха – это завжди суперницы. Не всегда. Нам сказали, что это свекрови, и что мы будем с ними тягаться, кто лучше приготовит еду. Какая свекровь? Это хавайся вжито. Была у меня убившая в мачах. Это на всю голову женщина, поэтому у меня такая ассоциация с свекровами, что от них надо теряться на хуй вообще. Это будет настоящая битва поколений. И сейчас я запрошу их сюда, до нас. Для участия в этом конкурсе мы запросили настоящих, суворих и вимогливых свекрух. Дорогие свекрухи, мы вас ждем. У что перероста сутичка пацанок с свекрухами? Дивите дальше. Повертаемся в школу леди. Само сейчас у девчат финальное попробование. Кулинарный батл с потенциальными свекрухами. Дорогие свекрухи, мы вас ждем. Вышли, блин, значит, эти дамы из Амстердама. Ну, хоже на эти. Смотрят у нас таким, типа, взглядом недобрым. Там уже просто было видно по ихним шарам, что они вышли с нами бороться. Когда я их увидела, я подумала, мы их сделаем. Потому что мы все-таки женщины, которые все готовим своим мужьям, своим детям, сыновьям. Меня убивают взглядом, Таня. Держись. Мы стоим друг напротив друга между нами. Это когда наш стыж такой, главное не подавиду, что я обосрался. Волнии летают. А мы вашу *** сделаем. Вот это на их лице так было и написано. Было понятно, что они лучше приготовить зуб, потому что они опытные, и они все-таки взрослые женщины. Эти женщины имеют стыжевые нервы. И основным их задачей было не сжигать перед молодыми и неосвященными девчатами. У вас на столах лежит рецепт. Цей рецепт абсолютно не сложный. И даже вы с этим впораетесь и непогано, если вы идете уважными и злагодженными. Мы просто не имеем права проиграть. Но с такой командой, как у нас, я не хочу сказать, что у нас *** команда. Просто я была в этой команде. Это главная причина возможного проигрыша. А за годину часу мы побачим, что переможем – мудрость и досвид, чей энергия и энтузиазм. Вот уж час пошел. Давайте сначала рецепт, девочки, прочитаем, а потом распределим. Английское рождественское блюдо, короче. Пирог в мясе, чем мясо в пироге, короче. Положите грудку вверх тормашками на разделочную доску. Осторожно разрежьте ее, таким образом формируя своего рода карман. Это рождественское блюдо, которое требует времени, это требует какой-то собранности, каких-то навыков, в конце концов. Девочки, грудка. Вот, дождь кае. Давайте как-то распределим, действительно. Мы решили распределить каждый, кто что будет делать. Ежик у нас как за капитан. Ну, это более правильно. Потому что у нас на кухне никто не умеет готовить, ну, кроме ежика. Комбайн ложи грибы. Тюбрик. Сначала, подождите, надо грибы поставить, жарить. Так, я так понимаю, это мы делаем соус. Разрезаем. Да, смотри, по порядку. Грибы погнали. Грибы, я погнала грибы. Я взялась за приготовление грибов, типа, а там они как-то сделаются, типа, особенно. Ну, я не жарю, короче, я в кухне вообще, типа, ну. А, да мне не жарю. Блин, я тебя порезала, да? Нет. Я раскатывала тесто, девочки готовили начинку. Блин, оно такое вкусное. Девочки, давайте кто-то один занимается мясом, кто-то один занимается грибами. Я рубила морковку, короче, и тибулю нарезала. Ежик, а? Так, пойдет? Да, пойдет, хомяк, только это делается быстрее. Мне, если честно, вообще посрать на всех было. Я вот то себе быстренько почикала, справилась. Ты сказала, можешь блендер, иди мой блендер, как будто я не могу включить его и перемешать. Я понимаю, что в кулинарии я полный лох. Хотя бы авторитетом задавлю. Свекрухи все вообще отстой. Их нужно сразу на пороге пресекать, чтобы они даже в квартиру не захватывали. Да ты что? Я подошла там одной подразказала. Но она тоже такая жесткая, ну, женщина оказалась. Со мной нужно вот так. А со мной вот так. Ну и отлично, вот и давай. Вот и все. Ты поняла? Класс, поняла. Все. Попросила у них, понимаешь, масло. Порешали. Оливковое. Простите, пожалуйста, а можно у вас масло взять? У нас нет оливкового. Нет, нет, готовьте на своем. Она такая, нет, не дам. Что вам дали, на том готовьте. Ну ладно. Думаю, надо же как-то пойти и спеть у них, короче, масло. Ну я же, короче, к ним подхожу. Типа за ними что-то наблюдаю, как они готовят. Ну это ж ворует у них то масло. Положи, пожалуйста, масло. И одна с*** заметила. Ну пожалуйста, можно не мной? Не нельзя, вовстать. Не нельзя, вовстать. Что это за тобой? Вовстать. Во-первых, ты воруешь. Надо было хотя бы спросить. А ты стоишь и втихаря тарик. И говорит мне, а ты не можешь попросить? Да нет, я привыкла все. Ира, у тебя бекон горит. Пока я ходила, с***, уже сгорел мой бекон. Убери бекон с плиты епискат тот 16-й. И я спасла ситуацию. И довела его до констинсенсии в этот, как он называется? Ред лейбл. А в грибы именно тушиться должны или жарить? Короче, сотрю. Первый раз такое слышу. Все орут, что-то делается. Ну вот как она, посмотрите, как она взбивает яйца. Ну что, ну как ты сбиваешь я? Надо лёгенько сбивать. Ты не так сбиваешь я. Думаю, ну хорошо тут. Нахер на эту музыку вставили. А что вы смотрите? Припёрлась такая пися королева. Ходит она, внюхает на моей кухне. До дома до себя едет и там внюхает. А что это тут грязь такую развели? Надо вытирать, чтобы чистенько было. Да, да, да. Конечно, хотелось нагрубить, там сказать матом, всё остальное. Но мы же леди, как-никак. Провокация. Ну и наши достали красоту. У нас получился большой такой чебурек. И аккуратный вообще. А у свекрук получился тоже большой. И ещё куча маленьких. К чему это? Ну, колхоз червон и дышит. У нас была хуйня презентация. Такую презентацию ещё можно продавать в рестораны. А у них такое. Ну, как на рынке продают пирожки, булочки. Вот, ну, не отчёлка. Я витаю обидві команды с закінчением змагания. Дегустувати страву буду не я. Мне было очень интересно, кто будет оценивать наше шедевр. Винченто, то ли, как его звать там. А саме ті, за увагу якого, Змагаются завжди свекрухи та невестки. Саме вони завжди є поциновувачами. Талантів мами і дружини, а особливо кулінарних талантів. Ну, там ж не гопники будуть, правильно? Мы запросили двох молодых хлопців, які по віку могли би бути синами цих свекрух і чоловіками наших дівчат. А, ну, окей. Вони оберуть переможниць всліпу. І це буде чесно. Тут приходять два тіпа, вовже, таких молодых, вовже. Хто ви? Чего ви сюди прийшли, тіпа? Добрый день. Здравствуйте. Здрасьте. Здрасьте. Делові, б***і. Вони будуть оцінювати нашу еду. Та хто ти, б***і, б***і? Ці страви готували різні команди. Тому оцініть презентарсію, зонішній вигляд, апетитність. І починаєте з того, що вам більше подобається зоні. Не, ну мачки такі, вроді, стінненькі були. Я думаю, вони любять ресторанний вид, а не рыночний. Внешній вид? У мені оба, вроді бі, нічого. Тоді, пока один-один. Ну, ти думаєш один-один, да? Я думаю, потому що здесь більш аккуратно, а здесь так, щоб поїсть побільше, да? Я вже стою, жду, боже, скільки можна розмовляти. Попробуйте вже блюда і скажіть. Команда «Свікруг». Пахне, кстати, неплохо. Мясо, да, мясо хорошее. Вони кинули спеціли. А ці сидять такі, два гуся, пробують, 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 пробують. Давай, оцінюємо тісто. Тісто легке. Ми самі стояли, вже, звісно, хавати хотілося. Суані. Ось це три часа. Я думаю, може нам треба перейти до следуючих здрав. Ну, чуваків голодних оставили. У нас, короче, блюдо, хоч і було б без соуса, але так персики шло, як по душе просто. Сюда б ще соус і було б отлично. А так, да. Якщо б от цівак приїхав би ко мене дому, запарила б я йому мивинку, дешевую сосиску за 2 рубля і жрала б як миленький. Ощущення б немножко как будто связують в рту, знаєш? Та не пошел би ти, ось чесно. Мені просто хотілося підійти цим підносом. Та, видно, прям меняється. Щоб аж морда, як у пекинеса, б**ть, оказалось. Здесь мясо суше, но цю сухость компенсує соус. Сиділа і перебирали. Там сучніше, там не сучніше, там соус єсть, там нема. Короче, начали це випендлювати. Що касається оформлений, чуть-чуть не хватає яркості. Це тебе що, картина Пікассо, б**ть, що там яркость б**ть була, або що? Тим не мене, це не виглядит навалисто, не виглядит як безформлення маса, да? Визиває сразу желание съесть конкретну вещь. І вашого, пацанки вигляли. Я считаю, где-то семерка. Може тут сім, или тут п'ять, или може там восемь. Восемь-десять, пускай буде девять. По вкусу все вместе, да, целиком. Ну, твердая восьмерка. Семерочка, восьмерочка. Ну, даже до девяточки, от, ну, уже не цепет. Ну, тяню, так, вот соус добавляє, конечно. У мене була така мысль, що якщо вони кажуть, що в нашому блюдуй така, то це блюдо буде у нас в голові. І суммарно у вас стоять. Здесь 13, тут 12. Пацанки побегли. Взявка і красова. Вatore, пацанки, молодцы. эмоции я не знаю не имею опыта корова вырвали какую-то я не знаю як-то мы молли победить людей и реально от нас умеют готовить все же вообще шок ну их уделали и так будет по жизни с каждой свекрухой я витаю команду переможных мы мы были счастливы там почему-то женщины такие расстроены ну конечно подошли по человеческих обняли успокоились они молодцы что у них было тоже вкусно вы тоже все мало вы тоже молодцы мы тоже за вашу болевал не расстраивай блин блехухи тут ёжик затащил да я верила чё сейчас будем выбирать кто вылетает а на этой неделе точно тоже вылетит я понимаю что у меня все шансы вылететь потому что всю неделю тупила и можно сказать именно не стирала я была на этой неделе не средний и не лучше на этой неделе думаю что уйду я потому что меня была себя хуже остальных девочек это правда перш за 9 тижнів мы хочемо почати с похвалы сегодня ваша маленькая перемога у кулинарному батлі с викрухами стала нашою загальною и великою перемогу мы бачили як вы засереджено и затято підійшли до цього складного завдання вы наконец-то сами в себя поверили а это показывает что вы действительно начали меняться и приятно что мы действительно по-настоящему вас увидели увлеченными и именно на неделе семьи ведь семья это главный приоритет в жизни большинства женщин зараз мы детально проанализуем увесь ваш тиждень и почнемо с найскладнейшим у тебя без понятия кто вылетит вот сейчас именно ирины до всего то умереть она но рейтинги что я завтра кажусь дома и все на этом мое учение в школе закончилась ирина она не выглядит ты справжний парадокс кто такой парадокс ты знаешь что означает слово но парадокс на то разит на 1 твою сутнисты пияты карусь бешака и матершинница и базаре я сказала ты инша твоя сутнисты старанна и активно нам надо что-то сделать нормально я к ты справа и и ту и ту и ту это есть продукт парадокс так парадокс мы понимаем что между тобой другими девочками разница 8 недель обучения но ответственности тем не менее на тебе не меньше чем на других на против ирки ничего плохого не имею она вела себя хуже всех потому что она была пива у него было много косяков и сюда же не выгонят вот именно ты пришла меняться поэтому думай что ты делаешь ты повинна не расслабляться а навпаки подвоювать и свои зусылья но ту же сподеваем что мы сможем у тобою пешат мне и политики и по материнские ешь куда дужи шкода там случае запущены я не спорю вот там реально все плохо алена вот сижу я такая короче и думаю своей голове как я накосячила что я сделала все равно что идут за шоу выиграть твои сильные стороны это кулинария и артистичность и там где неделя строится на них ты проявляешь себя хорошо нам же хочется чтобы ты была успешной во всем чтобы тебя не было повода сказать это моя неделя это не моя неделя ну буду стараться быть активной проявляться да я вообще звезда короче я всегда активная всегда хорошая я хочу поговорить и про саш ну воно я как бы несложна неделя была типа ли реально замучена типа по-перше я не люблю семейную жизнь пока что я в ней вообще в ней ни разу не было и для меня это как бы сложно твий великий мінус цели пробование с детьми спочатку ты взагалі их боялась что касается испытаний свекровями ты переступала через себя даже не умея готовить думаю это добавило вам баллы и привело вашу команду к выигрышу саш преодолевай себя у тебя все все получится сложно на буду стараться тут и до меня добрались начали мне снова рассказывать что хорошо что плохо ну то что хорошо и конечно еще готова послушать а критика мне не очень идет тетяна ты очень нервничала во время испытаний детьми а когда ты оказываешься на кухне тебя просыпается не просто халк тебе просыпается демоном я реально я не переношу не все леди умеют готовить чтоб вы знали они телефончики знают хороший в ресторанчик позвонили и все им креветки и все что хочешь так оправдать в мире женщина не должна готовить можно питаться в ресторанах но готовка это один из способов продемонстрировать своим близким свою любовь наприкинте тижня ты все же зрозумела расставила правильно приоритеты и кинет стежни тупи вставка кишина я выдохнула когда меня оставили двойну недельку я здесь еще помучаюсь анечка как твои впечатления это ты неделя о неделе на самом деле очень впечатлительная вот честно впечатляющее впечатляющее ань а что ты скажешь по поводу испытания мужчинами после того как я парашно одела своего сережу параш у меня выглядит потому что неделя пошла явно не моя ты неправильно одела своего мужчину да но ты действительно старалась когда занималась с ним этикетом конечно было приятно что я такая самостоятельная леди пиолетом твоя реакция на парней было не очень хорошие ты нервничала во время переодевания и шон будет как шароварах у меня шанс отец хочу чтобы у меня кучу у нас вылетит дальше начали вновь что плохо дело кавалера можно было одеть лучше полный минус женцовую рубашку можно было звать консерваторию неужели не было другое ты недостаточно усердно одеслась к занятию по этикету потом застрали шоя консерваторийся плохо было хотя рвали животы не ну все не только я меня удивило что ты себя плохо вела в зале консерватории короче я понимаю что я просрала эту неделю и все и до свидули не подобаются нам твои результата я уже тут столько в себе переломала столько переосилила тут взять и так все оставить тоже не сойдет в большинстве завданий тебе найгерший результат а для девчины яка уже тут девять тижнів за нажаль не припустимо но от я понимаю что сейчас такая фигня что в номинации только я и маша ваша какую оценку ты дашь своим старанием не знаю я пошла ты далеко упаке засрала ты ушла ты проявила неуважение даже оскорбила преподавателя когда вы оскорбляете кого-то из преподавателей то это оскорбление всей школы меня учителя загнобили я психолога обидела а короче на этой неделе было ну не знаю я не готова еще уходить ты пришла ли сюда не для того чтобы развлекаться ты приняла решение в жизни решила меняться я смотрю маша начинает прессовать и я думаю может все таки она пойдет близость финала это как раз тот фактор который должен открыть вас второе дыхание я не хотела чтобы уходила маша потому что маша пришла недавно в эту школу леди да и я считаю что ей надо дать шаг я думала дать мурах я хотела этого я не скрываю потому что как бы может столько времени прошли а тут на тебе подселили нам дуже боляче прощаться али правила проекту никто не мает права сменювати и кто вылетает сегодня школу леди залишить ну я же как сказал шо ну было бы просто странно то есть девочка только вторую неделю почему-то ей не дали шанс а сидячки которая там фигачит по полной дали шанс согласны согласны я встала с гордо поднятой головой и не проронила не слезинки вениамину ну конечно жалко то что она по своей тупости вот так вот взяла ушла да я выдохнула что меня не выгнали я считаю что ее по справедливости убрали потому что я недавно пришла я ничего не знаю это стандартное оправдание дуже верно что в тебе все складется а вот девять тишни результат мог бы быть кращим не дужу шкода нам всем дужу шкода потому что ты прекрасно нашу школу наверно обидно когда привели новых по сути девочек а тебя ну ты уступаешь вверх у меня просто стало тут комок и я слова проронить не могу я могу вещи собирать девчата допоможить велать избратать ну это шоу конечно жалко было шоу на уходить там прикиньте еще два месяца вместе живешь пока хонтас будет финале у меня в душе такая жопа происходило но я все равно этого не показала ни конец света не сдохла и слава богу она хорошая я хочу чтобы днем жизни все было хорошо что погнали ремарка бери своего все взяла туфли там все главное нашу книжку да она не плакала потому что ну она ушла по красоте да по чуть-чуть по чуть-чуть движемся к финалу ими люблю вас давай всех благ здоровья чко пиши письма звони ну на душе у нее по-любому какая-то тоска была конечно чуть радоваться я все-таки расплакалась слезы это не признак слабости от признак силы все хорошо вера это реально сильная штука а вера в себя я думаю к чему-то хорошему меня приведет все в своих руках все будет хорошо и я это докажешь ну чё ребят вот мы подошли к концу с радостью почитаю ваши комментарии согласны ли вы с выбором либо все-таки вы вы нали кого-то бы другого ну и будем ждать новый выпуск потому что мы идем ближе все ближе и ближе к финалу напоминаю что в моем инстаграме и ребята выходят русские пацанки тоже полные обзоры на ютубе обозревать их нельзя но в инстаграме я это все делаю так что переходите ссылка в описании увидимся в новых выпусках украинских пацанок всем пока